Друзья, добрый день, это канал Мини Трактор, и я вам сегодня покажу невероятно новую новинку. В общем, чтобы не кидать много спойлеров, я сразу скажу, что это ДВ-шка. Но это не такая вот ДВ-шка, что там видели все АНТХ, АНТХ, да, а это нечто новое. Непонятно гибридного образца, капот орионовский, написано вообще АН. Сколько это стоит? Это очень неплохой трактор, потому что и 3 цилиндра присутствует, полный привод, гидроусилитель руля, передние мосты, вот такие редукторные, все как вы любите. Так что ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на наш канал и понеслись смотреть обзоры. Потому что, друзья, на нашем канале помимо просто обзоров, помимо того, что вы можете купить технику, проходят и розыгрыши. Сейчас Новый год и проходит розыгрыш мотоблока, проходит розыгрыш денег фактически каждую неделю. Поэтому подписывайтесь, попытайте удачу, все абсолютно прозрачно, при этом никаких покупок совершать не надо, достаточно просто подписки и комменты, смотрите другие видео, а мы, собственно говоря, пройдемся сейчас по этой ДВшке, что она себя представляет. Первое, что хочется отметить, в общем, ладно, начнем с базовых вещей, потому что, как правило, на вот эти все штрихи, про которые я буду говорить позже, всем срать, GDM-овский мотор, GDM385VT, очень хороший двигатель, ну, среди своих, в своем классе, среди китайцев. Понятно, что случается головняки, как у всех китайцев, то есть тут бывают свечи, накала, они бывают тупят, бывают форсунки накрываются, то есть бывает какой-то прострелит брат, но достаточно редко, потому что KM, GDM, в принципе, кентавровские моторы, которые одинаково фактически хороши, конструктивно, абсолютно взаимозаменяемы, все элементы у них. То есть купить такой двигатель, обслуживать его, это недорого, потому что там плюс-минус запчасти по сравнению с японскими БУ или другими аналогами, среди которых вы выбираете, это дешево. То есть, да, он может будет сыпаться, конечно, чаще, чем япошка, но чинить его тоже дешевле. И он трехцилиндровый, 385 мм, с принудительным охлаждением двухконтурным. Уже два насоса, иншат, в общем, все сделано в плане, как для китайца, абсолютно грамотно. Вот, идем дальше. По поводу коробки передач, что же эта моделька именно AN называется. И она очень порадовала тем, что за свою небольшую, в принципе, как для китайца, опять же, цену, потому что есть там Дон Фенги, которые стоят там за 6, а это все, что можно взять там, в принципе, за 5, 5 с хвостиком. То есть, грубо говоря, в районе 5000 вы получаете уже трехцилиндровый двигатель, получаете уже боковую вот такую коробку 8 плюс 2, что очень важно для именно 385 двигателя и для такого конфига, где уже большие колеса, где уже широкая база, трактор тяжелый, он может выполнять работы больше, чем 254-й булат, кстати, который там стоит тоже плюс-минус где-то до 5, а этот в районе 5. Но при этом, при всем, он уже может выполнять работы больше. То есть, фреза уже пойдет 140, если у вас мягкая покладистая земля, можно использовать фрезу метр 60, и он тоже будет с ней отлично, хорошо справляться. Вот, в принципе, он идет, а я даже не знаю, на какой на резине балбесина приехал снимать обзор. Вот так и напишем в описании. Балбесина снимает обзор. Ну, это 11,2. Это 11,2 резина задняя, однозначно. Передняя, к сожалению, не 11,2 и не 7,5, а шестерочка у нас идет. 6,5 обычная, потому что вот 7,5 она пошире на АДшке. Вот. В чем отличие от вот такой ВДВшки? Отличия, на самом деле, их не так много. Во-первых, у него идет, в принципе, орионовский кузов. То есть, вот этот вот современный капот, одни на него хейтят, другие говорят, что он хороший, классный. Вот. В чем суть? Тут идет светодиодная оптика верхняя, тут идут вот такие линзы, то есть, энергоемкая более оптика. Плюс, конечно же, многие сейчас напишут, что это какая-то ширпотребшая в орионах, одно и то же и так далее. Я вам так скажу, что в большинстве китайских брендов, там, за исключением каких-то фотонов, либо же там шифингов, да, это все комплектуется с двух-трех заводов. В Китае заказывается уже украинскими компаниями и здесь собирается и брендуется. Как ТВ, как Орео, это ни для кого не секрет, и это нормально, потому что это более бюджетная техника, она собирается с того, что есть. У них нет своих заводов, которые делают от и до все. Но, и вот из таких вариантов надо смотреть по опциям, какой там двигатель, допустим, стоит, да, какая коробка подбирается, какие мосты стоят. Здесь вот уже идут редукторы, это уже хорошо, в принципе, вот, потому что более слабые модели были там на кулаковых мостах. И если диск еще при этом 16, и он такой большой, широкий, то кулаки быстрее начинают подшипники сыпаться. Здесь же все проживет дольше, да. Вот, что мне понравилось, тем, что тут заменили датчики, теперь тут другого производства, по крайней мере, вот датчик давления массы есть и температура. Вот, и плюс-минус моточасы, вот тут тоже есть уровень, сколько, когда вам до зарядки надо заряжаться, он мигает, вот, бензобак, значок красненьким. Вот, в принципе, они не такие, как, допустим, вот там, да, однозначно они другие. Но это, опять же, таки мелочь, потому что они тоже могут быть глючны, так как это самый дешевый китайский, в принципе, трехцилиндровый трактор, один из самых дешевых. Эти моменты, да, чики там, где-то что-то тут подправить, это уже за вами остается. Вот, в чем суть? Вот добавили вот такую вот панель, такую дугу, за которую удобно хвататься, когда вы садитесь, потому что, я так думаю, что это актуально. Так, в поле грязь, и вам надо крепко ухватиться, чтобы не упасть, не травмироваться, элементарно. И когда вот в старых девушках там ничего нет, только вот эти ручки, то здесь вы можете взяться себе за металлический поручень, нормально по-человечески здесь есть. Ну, и, естественно, мне очень нравится, что стоит защита на коробке, что там вот, как бы, не видно все внутренности, оно так аккуратно смотрится, и, в принципе, защищено маломайский. И сидение амортизированное стоит с регулировками, то есть, как на всех дорогих тракторах, на Фотонах есть регулировка жёсткости, то есть, вам не надо будет сразу менять сидушку и заморачиваться с этим всем движением. У вас уже будет нормальное сидение, вот, плюс-минус. Ну, и, кстати, на остальных элементах, по кузову, естественно, это не Дон Куэнг, чтобы все понимали, да, есть люфты, слабые закрепленные крылья, по проводке есть нюансы, потому что, когда покупаете новый трактор и видите вот такие гирлянды, вам, наверное, будет немножко неприятно, но, тем не менее, вы не забывайте, что вы берете бюджетный Китай. Да, если вы берете Дон Фэнга, там ситуация чуть-чуть лучше, но, как бы, все равно, это не Корея, это не Япония, поэтому всегда будут вот такие вот узлы. Я знаю, что, может быть, эту гофру где-то как-то пустить по-другому, потому что она там прям висит на магистралях. Вот, и сами магистрали низковато, в принципе, плюс-минус гидраль защищён, цилиндры гидраль защищён, рулевые уже покрепче сделали, в принципе, аккумулятор стоит 110-ка тоже хорошо, потому что более энергоемкий он будет, плюс с новой оптикой, в принципе, тракторец достойный за свои, опять же, деньги, за свой бюджет, в принципе, за такие деньги вы можете взять только либо нормальную ДВ-шку, либо Шиффинга-Ц-шку, там, или ЦЛ-ку, вот, и, опять же, Орионы, ну, и, как бы, все. И ДВ-шка мне по ходовой чуть больше нравится, чем Орионы, по-честному, вот, в плане, там, коробки, трансмиссии, хоть они не очень похожи, но немножко с разных заводов, там, идут некоторые детали, поэтому в ДВ-шке мне чуть-чуть нравится больше, хотя у нас Орионов тоже много, и Орионы тоже берут, и, в принципе, это техника с такого сегмента, где, как бы, бывает, случаются какие-то косяки, но по мелочи, как правило, потому что ДВ-шные коробки, они ходят, двигатели эти КМ, ЖДМ тоже ходят хорошо, что касается мостов, тоже тут редукторы, тут всё, как бы, нормально, там, может, там, через пару лет, там, что-то случится с карданом и так далее, ну, вот, такие китоменты, или, там, там, какие-то форсунки, вот, но, по большей части, это всё же лучшее, и это всё недорогое в обслуживании, поэтому, вот, именно за это, этому трактору охранный вайп, что за такой бюджет можно уже вместить в себя трактор, который будет пахать, который будет фрезеровать, который рассчитан, там, до 10 гектаров, он может реально делать, и больше может делать, даже можно ему давать какой-то перегруз, вот, поэтому, друзья, вот такая вот моделька есть в нашем интернет-магазине, а я вас, друзья, поздравляю ещё раз всех с праздниками, Новый год, Рождество, мы вас любим, стараемся делать для вас больше контента, обязательно заходите на наш канал, ищите видео с розыгрышем, там раздаются деньги и разыгрывается мотово, друзья, пусть повезёт, желаю всем огромной удачи, всем спасибо, пока!